День добрый! Здравствуйте! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим о возможностях дополнительной оптимизации вашего сайта. И заключаться она будет в следующем. Мы будем с вами выявлять при помощи плагина, который называется P3. Плагины, производительность, профиль, это вот так дословный перевод. Но если правильно сказать, то наверное это будут показатели производительности плагинов вашего сайта. С помощью этого плагина мы будем с вами сегодня определять скорость загрузки ваших плагинов, тех плагинов, которые включены в шаблон вашего сайта. Итак, найдете после загрузки вы плагин в панели инструментов. Когда вы зайдете в интерфейс плагина, то увидите вот следующую картину. Наверное не такую картину, как сейчас у меня здесь показано. Почему? Потому что я уже делала проверки своего сайта. Если вы будете делать это первый раз, то у вас естественно вот этих графиков, вот этих цифр здесь стоять не будет. Итак, давайте посмотрим, что мы будем здесь делать. Первое, мы увидим IP нашего с вами местонахождение вашего компьютера. Здесь у нас будет кнопка, которая поможет нам стартовать, то есть запускать сканирование плагином вашего сайта. Здесь у нас есть кнопочка дополнительных, определенных настроек для оптимизации вашего сайта. Здесь вы помогаете, поставив здесь вот галочку, помогаете обойти кэши, те кэши, которые у вас есть внутри блога. Ну и здесь идется журнал 100 визитов, 100 посещений. В принципе, вот так как у вас вот здесь настроено будет, так желательно и оставить. Итак, что мы делаем? Мы в первую очередь приступаем к сканированию. Нажимаем вот эту кнопку, стартуем, разрешаем сканирование. У вас появляется вот такое окно, где вы имеете право назвать, ну каким-то образом назвать данное сканирование. Это нужно вам для того, чтобы вы могли определить его автории сканирования вашего блога. Я оставляю здесь такое название. Почему? Потому что здесь отображена, собственно говоря, дата сканирования. Здесь есть возможность ручного сканирования и есть возможность автоматического сканирования. Я выбираю автоматическое сканирование. И вот начинается сканирование. Сканирование идет буквально начиная с главной страницы вашего блога. То есть сканируется загрузка каждой страницы, каждой ссылки. Участие плагинов в этой работе. Вычисляется процент по времени загрузок этих плагинов. И в результате вам выдадут информацию о том, насколько быстро и какой процент занимает плагины во времени загрузки вашего сайта. После того, как мы с вами посмотрим график этой загрузки, вы увидите самые тяжелые плагины, которые занимают самое большое время. И в принципе есть у вас возможность оценить необходимость таких тяжелых плагинов на вашем сайте. Если они вам не настолько нужны, как вам казалось до сих пор, то их просто можно или заменить более легкими, или вообще убрать, возможно, что можно было просто и обойтись без них. Как видите, идет загрузка практически всех страниц. Посмотрите, здесь загружаются не только странички, где консоль оценивается, оцениваются архивы, оцениваются рубрики. Сканирование, если у вас достаточно легкий сайт, то проходит достаточно быстро. Вот сканирование закончилось, и вам предлагают посмотреть результаты. Нажимаем вот эту кнопку и получаем результаты. Что мы здесь видим? Первое. Мы видим количество плагинов активных на вашем блоге. Вот оно, это количество активных плагинов. У меня 19 их стоит. Это время, тотальное время загрузки. 0,156 секунд. Это вот данного визита. Дальше. Здесь мы видим процент от всей загрузки вашего сайта, процент, который забирают плагины. То есть 30,2%. Вот эта цифра показывает количество обращений к базе данных вашего сайта в течение вот этого визита данного плагина. А вот тут вот есть очень хорошая схемка круговая, которая показывает конкретно время загрузок ваших плагинов. Посмотрите, здесь практически указаны все те плагины, которые стоят на вашем сайте. Первое. Видите, показан желтым. Сам плагин, который занимает определенное место. В данном случае от загрузки всех плагинов он занимает 6% или 0,009 секунды. Я могу пройти по всем вот этим вот секторам и определить самые тяжелые плагины. То есть вот тут вот вы можете все это внимательно просмотреть, оценить и решить, какие плагины тяжелые, какие более-менее легкие. Есть еще вот такая детальная возможность определения того, что происходит у вас в данном случае. Вот это вот, то есть это время загрузки сайта у вас. Вот это вот суммарное количество времени, которое идет на загрузку всех плагинов вашего сайта. А здесь вот мы видим вот самое большое у нас, это в фиолетовом, это загрузка шаблона тема у вас идет. А вот это вот идут сами плагины. Здесь расписан, если в предыдущей вкладке у вас было такое понятие, как другие плагины, то есть выбраны были самые тяжелые, а остальные плагины, самые легкие были собраны воедино в один сектор, то здесь практически все 19 плагинов, вот они здесь все показаны. Если вы пройдете по всем вот этим вкладкам, то вы просто увидите, что здесь более такие уточняющие графики того, что происходило на вашем сайте во время работы этого плагина. Плагин очень хорош, он хорош тем, что он помогает выявить, иногда бывает так, что кажется, что такой плагин маленький, небольшой, что он по идее не должен замедлять загрузку вашего сайта, а когда проверяешь его этим плагином, то получается, что процент достаточно велик. А иногда кажется, что ты поставил покупной плагин, и он у тебя тормозит весь процесс работы твоего сайта, а выясняется, что время загрузки его достаточно мало. Советую вам проверить собственный сайт вот этим плагином. После того, как вы проверите, вы можете его деактивировать, чтобы он не нес определенную нагрузку до последующего такого момента, когда вам захочется установить какой-то еще дополнительный плагин. Значит, когда вы его установите, желательно просто проверить, а не тяжел ли этот плагин для вашего сайта. То есть вы опять активируете плагин P3, проверяете, выясняете, анализируете и деактивируете его заново. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. С вами была Смирнова Ирина. До следующих наших встреч.